Студенческие отряды Татьяна Кривулина, один из наших, наверное, самых ярких представителей этих отрядов. Татьяна, расскажи, пожалуйста, что движет человеком, который поступает в такой отряд? Я хочу сказать, что я являюсь представителем российских студенческих отрядов, студенческого педагогического отряда «Ритм». Это отряд, который занимается в большей степени вожатской деятельностью. Как это? Что вы делаете? Так, что же делать? Сначала, как, наверное, туда попасть? Как попасть? В 2014 году я попала в замечательный отряд под названием «Ритм». Он состоит на базе Ставропольского государственного педагогического института. В нашем крае очень много вообще педагогических отрядов. И вот как раз-таки осенью, до, наверное, начала декабря, то есть до начала зимы, проходят школы открытия вожатых, вожатского мастерства, куда может попасть любой желающий. Вот, он приходит, смотрит на таких заряженных ребят, которые танцуют, веселятся, знают много игр, всегда в обществе, всегда в компании, могут записаться на эти курсы. Вот, и впоследствии, пройдя сложную подготовку, работать вожатым. Вожатым в детских лагерях как Ставропольского края, так и Краснодарского. Некоторые ребята выезжают также и в Республику Крым, в город Севастополь. То есть какой-то нужен для этого склад ума особенный, должен быть веселым, позитивным, активным и так далее, да? У вас там скучных людей, я так понимаю, нет? Все, конечно, разные, все разные. Но вот мое желание было всегда в школе, наверное, когда я выбирала даже профессию, для меня всегда казалось, что вожатый – это моя будущая профессия. То есть поступая в педагогический институт, я в большей степени думала еще, что я обязательно стану вожатым. То есть я обязательно попробую. То есть в педагогическом институте должно быть такое направление. И только потом я познакомилась, что это направление – это российские студенческие отряды. И вот как это была первая смена? Где это было? Что это было? Так, ну целый год мы готовились с ребятами. То есть пришли такими молодыми зелеными первочками, как принято называть у нас. Вот. Готовились, изучали теорию, изучали практику, пробовали, работали со школами, с детьми. Вот. Набрались опыта. Большие чемоданы собрали. По семь, по восемь. В общем, у кого больше, со всякой атрибутикой, чтобы детям тоже в лагере было весело. И отправились в лагерь. В лагере мы работали в Краснодарском крае. Называется «Эллада». То есть у каждого отряда, вообще в российских студенческих отрядах, в основном, есть лагерь, за которым закреплен тот или иной отряд. И вот у нашего отряда «Ритм» – это лагерь «Эллада». Куда первый год, по возможности, конечно, приезжают все ребята, чтобы попробовать себя. Потому что это своя компания, потому что это те люди, которые тебя поддерживают. То есть вот ты под таким присмотром, если можно сказать. А потом ты уже можешь попробовать и другие лагеря с другими ребятами. Сколько у вас в «Ритме»? В «Ритме»? Ну, сейчас более ста человек. Но каждый год, то есть, естественно, что ребята приходят, уходят. Понятно, что это такая организация, которая действует только в студенческое время. Поэтому вот можно сказать, что людей очень много. То есть сейчас бакалавриат в основном – это 4 года, на педагогических специальностях у нас 5. Поэтому вот живучесть наших бойцов, если можно так выразиться, то есть не такая большая. То есть закончил универ и все, да? Есть те, кто продолжает в магистратуре еще работать, ездить. Но все-таки студентов в магистратуре уже не так много. То есть в основном облечены вот первая ступень наша. А вот что потом? Вот закончил ты. Ты же остаешься сразу в этой системе как-то или нет? Это, конечно, в системе остаешься. Вот сейчас у меня должность экс-комиссар. То есть я отдала свою должность, ну, можно сказать, заместителя, да? Другому нашему комиссару теперь. Вот. Что касается взаимодействия с отрядом, то есть продолжается. Вот сейчас я работаю в школе номер 50 города Ставрополя. Конечно, это огромная практика. Я считаю, что все те, кто прошли именно путь вожатого, то есть особенно для нас, для педагогов, конечно, это огромный такой матрас, да? Такой безопасность, подушка безопасности. Вот. Потому что общение с детьми, общение с родителями, конечно, вот в коллективе, умение организовать тоже ребят, конечно, это огромный опыт. Вот. И сейчас большинство отрядов студенческих, педагогических еще взаимодействуют со школами. То есть также наш отряд, вот, со школой 50 также взаимодействует. То есть мы уже организовываем не только для студентов школу вожатых, как мы называем школу вожатского мастерства, но и школу вожатых, то есть подготовку для старшеклассников. То есть, можно сказать, это школа актива, где ребята тоже учатся работать в команде, где ребята пробуют сами придумывать какие-то мероприятия для своих школьников, какие-то, может быть, общегородские, ну и кто на что гораст. Что самое сложное в работе вожатого? Что самое сложное? И с какой возрастной группой, скорее всего, работать? Наверное, у каждого свое. Но все-таки до конца многие не понимают, проходя именно теорию, что же будет на самом деле там в лагере. Там еще и теория есть, да? Теория, конечно, много. Нам нужно знать медицину, нам нужно знать педагогику, методику работы с детьми, методику игр, методику коллективно-творческих дел. Кстати, вот наш отряд, то есть я считаю, что вот каждый отряд в Ставропольском крае у нас имеет какую-то определенную черту. То есть мы вот все как-то отличаемся. И вот я считаю, что наш отряд «Ритм» все-таки сейчас очень много внимания уделяет именно теории и методикой. То есть мы глубоко изучаем историю российских студенческих отрядов, мы глубоко изучаем вот именно методику, то есть каких-то авторов. И нам сейчас это помогает вот именно глубже знать и глубже понимать все вот наше дело. Кстати, об истории, если знаешь. Насколько у нас богатая история на Ставрополье таких отрядов? Я могу сказать, что педагогические отряды у нас в Ставропольском крае развиты вообще просто превосходно. Уже второй год подряд, когда наши отряды педагогические выходят в финал лучших отрядов Российской Федерации, России. То есть всего в финал из всех субъектов выходит только пять отрядов. Вот в прошлом году наш отряд «Ритм» наверное, впервые выиграл вообще первое место. То есть мы стали лучшим педагогическим отрядом России. В этом году отряд «Степ», который также защищал честь Юга России, честь Тавропольского края, вошли в пятерку лучших отрядов. Что показывает, что все-таки мы растем, мы учимся. Хорошо. Педагоги. Кто еще есть? Педагоги. Есть еще строители. Есть еще медицинские отряды. Так, загибаем пальцы. Педагоги, строители, медики. Медики, сельскохозяйственные отряды. Есть отряды проводников. Кто такие проводники? Проводники – это те, кто работает в поездах. Даже так? Да, даже так. Вообще, то есть эта работа, конечно, очень тяжелая, потому что она включает в себя много, как бы можно сказать, специальностей. Но есть и такие отряды. А волонтерское движение вам близко? Волонтерское движение близко, но все-таки это нечто другое. То есть это не российские студенческие отряды. То есть отличий, как бы, на самом деле много. Потому что чем отличаются российские студенческие отряды? Наше время работы, оно называется третий трудовой семестр. То есть первый, второй семестр мы учимся, а третий семестр в основном – это лето, может быть, захватывает май, сентябрь. Это то время, когда мы едем работать. И когда мы едем работать, то мы получаем за это деньги. То есть у нас есть заработная плата. Хорошая? У всех разная. Да, у всех разная, но все-таки в большей степени это как бы опыт. Потому что мы студенты, у нас еще нет именно образования полученного, да, но мы можем ехать для того, чтобы получать опыт. Иногда это даже больше значит, чем, наверное, заработанные деньги. Вот эта вот униформа, да, называется, кажется, бойцовка или спецовка? Да, бойцовка. Это называется бойцовка. То есть это наша форма официальная. Отличается вообще в Ставропольском крае очень много цвета, расцветок разных. И именно этим мы отличаемся от других регионов. Вот, то есть у нас в ритме вот синие, есть еще, то есть совершенно разных. Есть зеленые, есть бордовые, вот. И когда мы съезжаемся на круглогодичные слеты российских студенческих отрядов, то, конечно, нас заметно, нас видно. То есть вот такая дружная семья разных цветов бойцовок. То есть даже есть такие слова у нас в песне. Вы участвуете в каких-то форумах типа Машука, может быть, 102 сна и что-нибудь такое? Ну, все-таки вот в наше движение обходит активная молодежь, которая старается все-таки быть увлеченными и заниматься разными видами деятельности. И, конечно, бойцы, то есть наши комиссары, командиры, они привлечены к разным видам деятельности. В том числе мы принимаем активное участие и в форумах Машук, и в форумах Таврида, и в российской студенческой весне, и как участники, и как организаторы, и как кураторы. Я сама несколько лет назад была тоже и участником форума Машук, и удалось побывать в роли куратора, где вот была, то есть куратором команды из разных регионов Северного Кавказа. Что такое, что делает куратор? За ручку водит или как? Так, ну вот в чем отличие, да, как раз таки вожатства и кураторства. Потому что все-таки кураторы, они, то есть, курируют, да, от слова курируют. Понятно, да. То есть ответственность наша, это, конечно, распорядок дня, чтобы ребята были в курсе всех событий, провести, то есть, итоговое мероприятие, то есть, что мы узнали за день, что понравилось, что не понравилось, что нужно, необходимо изменить нам, то есть, вот такие, как бы, вроде бы даже и несложные обязанности. Такой прокачанный вожатый получается, да? Да, да, ну то есть, поддерживать, конечно, активный дух, и команда должна сплотиться, то есть, это же специально из разных регионов, зачастую объединяет в один, можно сказать, отряд, отряд в одну команду. То есть, для того, чтобы ребята и молодежь знакомились, для того, чтобы общались, обменивались опытом, поэтому... А с кем проще? Со всеми детьми или вот с такими мошуковцами? С кем проще? Ну, я думаю, что все-таки кому как, но все-таки все равно от работы в команде, от любой, получаешь, конечно, огромную отдачу. Вот когда ты стараешься, да, все отдавать, как можно больше, да, чего-то интересного привносить, то любой коллектив, неважно, это будет малыши, были форумы, на которыми мы работали вообще со взрослыми людьми, да, для них это тоже необычно, интересно, вот форум учительства был, где взрослые вроде учителя, которые тоже строго привыкли, да, себя вести вообще в обществе, вот, но со всеми интересно, со всеми можно найти подход. Какие у нас есть видные на российском уровне достижения наших отрядов, допустим, вашего ритма или еще у кого-нибудь? Так, ну вообще, если говорить обо всем, вот, обо всех именно отрядах, да, или о ритме конкретно? Можно о ритме, потом о других, раз уж вы такие друзья все. Да, ну вот сейчас нам, именно нашему отряду ритм очень помогает то, что мы все-таки решили большое внимание уделять именно теории, вот, теории и методики, то есть у нас есть победы у нашего отряда на форуме МАШУК в грантовых проектах, вот, в прошлом году, как я уже сказала, наш отряд стал лучшим в России, вот, также в этом, в прошлом году я стала победителем конкурса Всероссийского, Лига Вожатых, где у нас было 10 тысяч заявок, вот, потом среди этих 10 тысяч заявок отобрали 500 финалистов в Москве, кстати, было 5 представителей Ставропольского края из разных отрядов, вот, это и классики, и нон-стоп, вот, и мечта. Очень-таки известные названия, классики, нон-стоп, прям, очень на слуху. Да, вот, то есть я и говорю, что большая такая команда, которая на слуху. И представитель отряда Мечта вошла в сотку лучших вожатых, вот, а мне, то есть получилось так, что я стала победителем этого конкурса, Лига Вожатых. А что ты там такого сделала? На самом деле, когда мы приехали, то есть в чем еще особенность? Финал проходил так, что мы не знали, для каких конкурсов мы туда едем. Несколько раз, то есть на телефонах это был один этап, где мы проходили тестирование по знаниям, как раз-таки, в разных областях. Затем повторное тестирование проходили, где выбрали как раз-таки 100 финалистов. А затем была практика, были кейсы, то есть, что сейчас очень популярно, с различными заданиями. И второе, это дискуссия, что является тоже одним из частых этапов конкурса. Вот, то есть, три финальных этапа. То есть, до этого, конечно, это еще свои достижения необходимо было представить. Вот, отрядные дела, что очень часто проверяется на конкурсах. Ну, то есть, много... Это именно в прошлом году. А вот в пазопрошлом я привезла второе место с конкурса «Лучше вожатой России». Вот. И там была какая-то практика. В 2017 году. Дают себе детей неизвестных и давай, да? Да, да. Дают детей, совершенно незнакомых, непонятно какое количество, какой возраст. Вот. Необходимо было провести с ними, то есть, у нас называется «Отрядное дело». То есть, это коллективное творческое дело. То есть, на определенную тематику, которую ты придумываешь сам. Вот. Также были этапы визитки, были этапы игровые, то есть, игры провести с детьми. Было также тестирование. В общем, вот, включало огромное количество этапов. Вот. И по сумме всех баллов, то есть, у меня вышло второе место. Ну, просто гордимся Ставрополем, гордимся тобой. Ты недавно прославила очередной раз край, побывав на премию президента. Как это было? Да, как это было? Во-первых, это было неожиданно, что меня пригласили туда, чему я очень благодарна, во-первых, нашему Ставропольскому региональному отделению российских студенческих отрядов. Вот. Там всего на встрече присутствовало 17 человек. Это были представители, во-первых, центрального нашего штаба, представители региональных отделений и также представители конкретных направлений. То есть, у нас их в шесть в российских студенческих отрядах. И ты представляла? Я представляла педагогические отряды России. Вот. Конечно, заранее я думала, какой можно вопрос задать президенту. Думала, может быть, это будет какой-то более личный вопрос, да, или касающихся наших все-таки отрядов. Но все-таки я успела задать и рассказать, во-первых, о наших отрядах педагогических, рассказала о деятельности российских студенческих отрядов. И в чем еще заключался мой, ну, можно сказать, вопрос, да, поступало ко мне очень много просьб, чтобы все-таки попросить, чтобы российские студенческие отряды были причастны к форумам Машук и Таврита, которые сейчас планируют сделать круглогодичными центрами. Принять активное участие в строительстве, потому что у нас есть строительные отряды, то есть к сервисному сопровождению круглогодичному. И, конечно, педагогические отряды, то есть как в роли кураторов. Спросила? Да, да, спросила. Какой был ответ? Конечно, сразу одобрительно, сразу, то есть я думаю, что нас поддержат в этом деле, вот, потому что я говорю, что вот все-таки для, когда делают что-то молодежь, своими руками, для молодых, то есть, наверное, это и как-то именно нами больше ценится. Кстати, о поддержке. Кто вас поддерживает на краевом уровне? Так, ну кто конкретно поддерживает? Я всегда говорю, что вот все-таки наше Ставропольское региональное отделение, ну вот именно что касается нашего отряда, да, то всегда огромная поддержка. То есть все наши, вообще, возможности, все наши желания участвовать в каких-то конкурсах, всегда проявлять себя, то есть всегда только за. Вот видно, какие вы молодцы, как вы хорошо работаете, но вы же не сами такие. Кто-то должен вас как-то поддерживать, правильно? Конечно, вот мы говорим про кураторство, да. Кто курирует вас? Нас курируют, во-первых, нас поддерживают наши учебные заведения Ставропольского края, конечно, региональное отделение Ставропольского края, Центр молодежных проектов, вот, и управление молодежной политикой, вот, Ставропольского края. Кто в итоге может вырасти из вожатого куратора? Что дальше? Куда можно, куда дальше может завести эта кривая? Ну, во-первых, я считаю, что это большой опыт в жизни, все-таки общение, это умение работать с командой, поэтому вот такие активные люди, они все-таки найдут свое место в жизни. Вот, я сейчас продолжаю свой такой педагогический путь, я работаю в школе, учителем русского языка и литературы, литературы, которая открылась в этом году, это школа номер 50, я уже себя пробовала в конкурсе «Учитель года. Шаг в профессии», где в прошлом году завоевала первое место, вот, в этом году планирую уже попробовать свои силы, если мне доверят, то есть в конкурсе «Учитель года», но уже в другой номинации. То есть ты вообще первогодка получается, да? Да, да. Прям вот совсем молодая учительница. Вот мои первые три месяца работы в школе. Сколько еще твоих коллег уже так же работают где-то, может быть, в школах, может быть, в вузах? Вообще большинство, большинство, то есть все сейчас наши пятикурсники, которые окончили институт, все разъехались либо по Ставропольскому краю, в городе Ставрополь остались, да, и работают учителями. Отлично. Давай от практики к теории. Вот, допустим, я пришел к вам в отряд такой весь молодой, позитивный, активный, хочу работать. Чему вы меня там будете учить как куратор, Татьяна? Мы, во-первых, всегда всех принимаем с удовольствием, и все-таки те ребята, которые подходят с ответственностью, да, к этим, к нашим занятиям, все оканчивают наш курс. То есть, во-первых, как проходит обучение, да, ребята приходят, то есть у нас наша школа проходит на базе Ставропольского государственного педагогического института, приходят на занятия, которые проходят раз в неделю, вот, и посещают. Обычно занятия где-то полтора часа идут, которые включают в себя теорию, практику, которые также необходимо выполнять, то есть ввести специальную тетрадочку, где есть все записи, вот, плюс посещать различные мероприятия, пробовать их организовать, работать со школьниками, то есть близятся у нас и новогодние утренники, и праздники, конечно, студенческие педагогические отряды активную роль тоже в организации играют. А на что вы смотрите, когда человек вам приходит? Что глаза горели? Какой он должен быть, этот человек? Все-таки большое удивление, но у многих горят глаза, и большое количество, которые подтягивают своих друзей тоже в отряды, то есть всегда есть те, кто вот тоже хотят своих друзей к этому привлечь. И когда же меня выпустят, так сказать, в поле? Когда выпустят в поле? Вот в апреле чаще всего проходит экзамен, которого обычно все очень боятся, но на самом деле там страшного ничего нет. Вот, то есть также сдают опытным бойцам или педагогам института, вот, также есть комиссары, командиры, которые принимают этот экзамен. Но это еще не все, то есть этого недостаточно, чтобы получить оценку, потому что оценка складывается в нашем отряде еще из практики, а практика – это те смены, которые будут отработаны в лагере. Вот, и получается, что оценка практика, теория, вот, и получается общая, которая идет уже в сертификат. То есть я получаю трудовой стаж, наверное, да? Да, это все идет трудовой стаж, то есть заводится трудовая книжка, много-много документов, которые необходимо с собой вести, то есть все очень серьезно. То есть не просто так, пришел, надел бойцовку и пошел, да? Да, потому что, честно, когда я первый раз ехала в лагерь, мы были очень подготовлены, но я даже не знала, что за эту работу нам заплатят какую-то зарплату. То есть я просто работала, потому что мне нравилось, да? А потом было таким удивлением, что вот… То есть за это еще и платят, оказывается, да? За это еще и платят, да. Какие планы дальше? Останешься на отряде? Так, ну, в отряде, то есть сейчас мы уже взаимодействуем, взаимодействуем, но все-таки не так близко, как было раньше. Вот сейчас, что я планирую? Планирую работать в школе. Вот сейчас наш отряд взаимодействует, как я сказала, с нашей школой. То есть мы проводим много мероприятий также, вот, для ребят уже, для школьников. Вот я планирую учить детей, привлекать их, и может быть кто-то из моих подопечных тоже вырастет. А какие у тебя классы? Сейчас пятые. То есть там пока еще смену не видно, да? Должны подрасти. Пока еще те ребята, которые любят играть, любят веселиться, такие задорные, всегда еще учиться, все нравится. Пока еще там будущих вожаток там не видно. Нет, но мы воспитываем наши организаторские, то есть у нас такая большая все-таки система самоуправления действует, где мы стараемся распределить наши обязанности, кто за что ответственный, чтобы все это было так строго. Вот вы педагоги в синей форме. Вы с другими как-то общаетесь или вы конкурируете? Мы очень тесно общаемся. Могу сказать только, что когда мы собираемся на общих слетах в декабре, то все-таки строительные отряды или сельскохозяйственные, они так иногда пугаются, что мы такие веселые, мы такие задородные, всегда танцуем. Они больше в работе, больше в работе, такие были. Но тоже любят повеселиться. Могу сказать, что также российские студенческие отряды, они создают семьи. В том числе и моя сестра вышла замуж за представителя строительного отряда. И они комиссары педагогического и комиссар строительного. И это не один такой случай. То есть и в нашем отряде, и в других отрядах. То есть очень много друзей, очень много семей, которые создаются. То есть вот такая семейная... Хорошо. А вы как-то, может быть, меняетесь отрядами между собой? Педагог пошел к строителям, строитель пошел к аграриям. Есть такие случаи? Ну, зачастую вот прям так не меняемся, но внутри именно педагогических отрядов, то есть могут друг другу помочь, поехать вместе в какой-то лагерь, особенно если уже опытные, если друзья в других отрядах, например, то такое бывает. А так зачастую... То есть мы же проходим обучение по одному направлению, и получается, что мы именно педагоги, строители именно в своей сфере работаем. А хранят ли педагоги традиции? Есть такая, я знаю, давняя старинная традиция в пенерских лагерях, называется похороны лени. Вы не практикуете такое? Нет, у нас такого нет. А какая у вас такая самая главная ваша фишка на смене вожатской? Что вы делаете? Активность какая-то творческая, может быть, какое-то мероприятие, которое вы повторяете из года в год? А, из года в год? Ну, вот что касается именно всех-всех отрядов, то вот я несколько лет работала во Всероссийском детском центре Орленок, где для детей очень необычным является, что им сообщается, вы идете на какую-нибудь лекцию с каким-нибудь человеком, но они готовятся, соответственно. То есть это значит, все будет серьезно, придумывать вопросы. И всегда для детей таким шоком является удивлением, когда эта лекция – не что иное, как подарок от вожатых. То есть вожатые готовят свой концерт, который проходит очень весело, и тогда у детей просто распахиваются руки. Просто после этого концерта, после этого мероприятия, всегда коллектив, вообще отряд становится просто мега сплоченным. Сразу все любят своих вожатых, все. Почему бы ты могла вот сейчас обратиться просто к подрастающему поколению? Почему нужно идти в ваши такие отряды? Почему нужно идти? Во-первых, это то место, та организация, в которой можно расти. То есть, во-первых, у нас есть большой опыт, который можно приобрести. Конечно, для этого важно желание, важно старание. Нужно много работать, трудиться, и тогда все твои заслуги, они будут вознаграждены. Вот. Конечно, это большая команда, то есть очень сплоченная. В этом году проходил юбилейный слет в Москве по поводу 60-летия нашей организации, где собирались ребята со всей России, студенческие отряды. И знаете, потом многие звезды, которые выступали на этом концерте, они писали, что такой теплой публики, то есть таких они вообще не ожидали. Вот. И, конечно, если кто-то побывает хоть раз вот на каком-то нашем общем таком слете, они поймут, что вот просто это такая поддержка, то есть неважно, какой это отряд. Это такой вот дух, такие вот танцы, которые просто никто не увидит больше нигде. Что еще? Почему еще нужно идти? Ну, кроме такого очевидного веселья? Не только веселья. Я же говорю, что это большая теория, большая практика, большая такая вот методика, которую ты приобретаешь. Вот. Сейчас это мне безумно помогает в школе. То есть я себя не чувствую молодым специалистом, и просто и общение с детьми, и общение с родителями, и умение организовать. То есть ты все это приобретаешь, хочешь, не хочешь, на смене. Татьяна, спасибо за беседу, спасибо за вашу работу, за ваши горящие глаза. Друзья, а если у вас так же, как у Татьяны, горят глаза, если вы хотите себя проявить, как вожатый, а треатритом, синие бойцовки, добро пожаловать. Это было актуальное интервью. Алексей Форсиков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова